вот так выглядит мой процесс сейчас я буду пришивать разъемную молнию в кофту немного предисловия это мужская кофта связана в одну нить пряжа арты бальзам от из магазина сети я не купила там кофта с длинным рукавом на манжетах резинка один к одному горловина почти выполнена она будет сложена пополам когда я пришью молнию и вот здесь при кит лёвана у основания горловины лицевая гладь из на обратная сторона тоже лицевая гладь это сшивная кофта здесь есть внутренние боковые швы пройма прямая и небольшой здесь есть подрез там буквально у меня по 9 петель немного совсем плечевые швы немножко с уклоном тоже вырез горловины спинки и сейчас я буду вшивать молнию для того чтобы вшить молнию я подвязала к торцу полочек вот такую планку тоже выполнила ее лицевой глади здесь буквально четыре ряда их сложно там увидеть ну четыре ряда лицевой глади и закрыла с лицевой стороны обычной классической косичкой выполняла закрытия там слева направо направо и справа налево поэтому косички смотрят вверх и вниз такой нюанс и для вязальщиц не думаю что он будет виден в изделии даже никому не скажу только вам а дальше пойди пусть все догадаются так вот сейчас я буду пришивать молнию и так мы подровняли всю кофту со сместили полочки левую правую положили вниз молнию все совместили аккуратно ровно на горизонтальном поверхности на столе чтобы у нас ничего не съезжало побольше освещения и начнем у кофту я буду прикалывать к молнии встык к звеньям чтобы вот так были видны звенья и планка будет проходить и вот эта косичка четко возле звеньев дальше первый нюанс второй нюанс вот эти пластиковые части и вот эти острые как бы углы и край молнии должны быть заглублены внутрь полотна то есть у меня будет полочка немного накрывать с внешней стороны вот эту нижнюю часть молнии и впоследствии я вот так аккуратно заглублю и оформлю теперь начинаем снизу берем булавку и прикалываем аккуратно одну из сторон полочек к молнии прикололи левую следом прикалываем правую строго напротив булавка должна быть приколота перпендикулярно будущему шву таким образом при прокладывании шва у вас будет удобнее ложится игла ваша рабочая здесь внизу молния точнее резинка извините будет нам служить некой границей когда у нас должны встретиться вот эти детали строго напротив и так далее до самого верха сдвигаясь постепенно наверх к горловине прикалываем всю молнию для того чтобы не растянуть полочки относительно молнии необходимо сделать несколько реперных точек вдоль всей молнии я выполнила ключевые соединения молнии с полочками после того как приколола молнию на уровне резинки подровняла полочки поднялась наверх и приколола молнию на уровне горловины ничего не должно растягиваться полочка должна лежать ровно относительно спинки относительно молнии после горловины наметила две точки вдоль всей длины молнии теперь я буду прикалывать молнию я думаю парами вот здесь приколю тут здесь парочку сделу булавок и здесь булавки после того как я приколю я буду пришивать молнию наживной ниткой и так я приколола молнию вдоль полочек немного расстегнула молнию нить возьмем контрастную иглу которая вам максимально удобно по длине наметочный шов я буду прокладывать немного под наклоном делается это для устойчивости полотна относительно детали который пришивается то есть строчку мне идет как бы поперек иглу ввожу и немного вниз по диагонали обратно то здесь мы видим поперечные швы в принципе наметочный шов делается крупный но здесь чтобы у нас ничего не съехала я выполню достаточно мелким потому что такое место ответственное лицевое сейчас я покажу с изнанки как выкладывается наметочный шов вот так смотрится и так далее я буду пришивать вниз вот это наметочная строчка мне не помешает прокладывать финишный лицевой итоговый шов дальше мы будем пришивать противоположную сторону точно также что касается основания молнии вот этого за ламинированного пластикового основания его тоже прошиваю я его протыкаю острой прочной иглой здесь в каждой молнии есть вот такие насечки здесь у меня рассечены квадратами и по этим квадратом я ориентируюсь и делаю одинаково на каждой части молнии я прошиваю прям обыкновенными стежками вот такими продольными и от каждого стежка вот вниз так опускаются нить подхватываю стежки внутри и обвожу через низ вот туда на внешнюю часть по большому счету здесь не имеет значения как именно вы будете прокладывать стежки главное чтобы они были аккуратные ровные и не особо ну привлекали внимание чтобы не было тут какой-то грязи то есть вот так у меня продольно и поперечно с лицевой стороны здесь если будет набер яркая или какая-то светлая ткань здесь у меня заметен только вот этот стежок другие спрятаны вот так вдоль петель если у вас какая-то другая ткань ну точнее пряжей вы хотите по-другому как-то спрятать то на ваше усмотрение вы можете прокладывать стежки как вам удобно также если у вас игла не вынимается достаточно хорошо я просто использую строительные плоскогубцы или то щипцы не знаю захватываю иглу и вытягиваю ее на внешнюю сторону вот эти отверстия которые я делаю в пластике я в них провожу иглу по несколько раз то есть у меня в этой пластиковой части только два отверстия именно их я использую для прохождения нити и вот и оказалось с изнаночной стороны вынув последний стежок и теперь я проложу сюда здесь уже у нас просто вязаные участок я подхватила все аккуратно будет и проложила последний стежок молнии и вот так будет выглядеть изнаночная сторона теперь я возвращаю нить обратно мне нужно чтобы я оказалась вот в этой части но для закрепления выйду перпендикулярно с лицевой стороны вот так и уже в виду нить в ту часть молнии где я буду пришивать вот сюда просто в виду практически рядом нитку и выведу и в той части молнии между молнией и полотном и затянул все теперь будем пришивать мол я уже начала пришивать молнию дошла чуть выше резинки вот так выглядит лицевой стороны строчка она спряталась под косичкой закрытых петель с изнаночной стороны вот такие маленькие точки это нитка у меня осталось от соединения впоследствии я распределить эту ниточку вот здесь под молнии ничего не будет видно и так показываю как я шью вот петельки закрытия петель косичка я нахожусь вот в этом месте между столбиками лицевых петель вот косички лицевой петли я нахожусь между ними справа столбик слева столбик я между ними с лицевой стороны делаю стежок прямо вдоль молнии ровно в следующий ряд вот сюда ввожу иглу и вот так выхожу с изнаночной стороны придерживая нить чтобы она не спуталась при пришивании вытягиваю и делаю стежок ввожу нитку чуть чуть назад не вперед именно назад и выхожу с обратной стороны то есть лицевой практически точно там же куда я вводила иглу с лицевой стороны я вновь вернулась в то же самое пространство между левым и правым ряду рядом делаю стежок дальше следующее расстояние между рядами с изнаночной стороны вывожу иглу здесь лучше конечно не торопиться и прокладывать аккуратно стежки чтобы была чистая работа и опять ввожу иглу чуть-чуть в обратную сторону буквально один миллиметр то есть я шью строчкой назад иголку но стежки в обратном направлении делаю очень короткими обязательно смотрите чтобы ваша косичка закрытия петель лежала рядом со звеньями для проверки можно замкнуть молнию и проверить как хорошо ходит бегунок вот так должны прокладываться косички закрытия петель чтобы молния не заживала и так приступаем к сшиванию воротника стойки одну половинку я уже сшила вторую половинку еще нет сейчас покажу вам как это делать прежде чем сшивать нужно выполнить правильную высоту воротника стойки она у нас воротник двойная внешняя сторона воротника внутренняя и внутренняя сторона воротника должна быть на один ряд выше чем внешнее количество рядов я не считала я просто спокойном положении сгибаю воротник пополам пользуюсь булавками прикалываю внешнюю сторону к внутренней и смотрю чтобы у меня вот здесь петли еще не спущена ними на леске от спиц смотрю чтобы крайний ряд петель внутренней стойки накрывал вот эту часть воротника то есть шов когда мы воротник поднимаем петли из детали полочки двух полочек и спинки и таким образом я скалываю воротник на начиная от молнии двигаюсь в сторону середины спинки смотрю чтобы у меня примерно я шла по одному и тоже тому же ряду но в целом если вы видите что ближе к молнии здесь как бы легче согнуть воротник примерно хотя бы даже на пяти сантиметрах посмотреть что у вас один ряд согнутом положении разровняв внутреннюю сторону кладете видите что у меня внутренняя часть накрывает шов стойки все дальше можно не скалывать в целом но я сколола просто чтобы смотреть визуально потому что у нас же 1 высота воротника на в любом случае если здесь накроет и в середине спинки естественно тоже дальше значит я пришила молнии обе стороны начиная двигаюсь с нижней части молнии наверх вот так это выглядит дошла до начала стойки и как я действую дальше так как моя молния разъем на эту не есть ну или вам не разъемная на верхней части у нее есть вот эта часть где отсутствуют зубчики и вот эту часть я не стала обрезать здесь она запаяна ему вообще так аккуратно выглядит я просто согнула вдвое и подшила обычными швейными нитками но чуть заглубив вот так и сдвинуть сдвинув от зубчиков молнии во внутреннюю сторону воротника стойки чтобы она там у нас и спряталась вот так это выглядит то есть мы снаружи ничего не увидим при пришивании вот этой части молнии она не будет нам мешать впоследствии когда мы будем пришивать стойку вот такие основные действия мы выполнили подровняли значит стойку спрятали хвостик от молнии теперь заправляем молнию в стойку берем нитку с нитку с которой мы вязали с иголкой и также подшиваем молнию сшивая внутреннюю часть стойки с внешней одновременно и будем выполнять уже не такие аккуратно швы а чуть более крупные но ввиду того что выполнены они будут точно такой же ниткой с которым мы вязали видно не будет вводим иглу дальше как мы действовали со стежками вводим на внутреннюю сторону молнии и будем ориентироваться на вот эти стежки которые мы выполняли чтобы у нас игла выходила по уровню этих стежков и подхватываем внутреннюю сторону стойки вот таким образом подтягиваем нить чтобы она нас не выступала здесь двигаемся дальше вводим иглу таким образом чтобы кромочные петли вот эти у нас располагались по кромке стойки внутренней и мы их не пришили вводим углу обратно смотрим чтобы она выходила на том же уровне по молнии куда мы выводили ее вывели иглу на внешней стороне стойки то точно также смотрим чтобы кромочные петли у нас не были пришиты а вышли по торцу внешней части здесь у нас идет шов назад в иголку поэтому двигаемся по внешней стороне стежки должны быть одинаковыми а по внутренней стороне стойки они перехлёстываются шов назад в иголку выполняется таким образом что его черновая сторона равна двум длинам как бы лицевой стороне стежка и получается что с внешней стороне у вас будет короткий стежок аккуратный стежок в стежок а по внутренней стороне ваш стежок будет в два раза длиннее и он будет перекрывать предыдущий делаем стежок в два раза длиннее смотрим чтобы молния была подшита именно в ту часть игла в воде входила как и по всей молнии здесь и все и таким образом мы пришиваем до самого конца здесь мы подождем аккуратно с торца и стойка будет готова все я пришила вторую часть молний что касается кончика нити которыми остался после пришивания то я его спрятала вот сюда и хвостик остался мне внутри стойки вот он хвостик я вот так же вот там сохраню никуда не буду обрезать вот так выглядит с изнаночной стороны все осталось перекид левать внутреннюю сторону стойки вот сюда за шов где мы соединяли стойку и детали спинки полочки после вывязывания внутренней части стойки у нас осталась нить на спицах вот мы ее вязали сейчас мы отмотаем необходимое для прикит левого не количество нити и отрежем так начинаем пришивать горловину к шву горловины горловину я приколола булавками более часто к основанию и распределила петли таким образом чтобы четко вертикали рядов приходили на ту же петлю в их основании то есть я посмотрела ряд он не спустился сюда же и здесь я приколола внимательно булавку теперь начинаем пришивать горловину спускаем петли поближе к спицы и я буду пришивать горловину швом назад в иголку причем шов я буду прокладывать не вот так сквозь то есть вводить сюда иглу в полотно и выводить сквозь таким образом чтобы выходила игла снаружи нет я буду пришивать именно к шву к внутренней то есть нижней стороне шва вводить иголку прямо внутри шва вот так и петельки меня будут прикидываться к шву и снаружи шва не будет поехали сейчас я иглу виду в первую петельку дальше иглу я буду выводить вот так в молнию и не протыкая полочку я выведу иголочку рядом непосредственно в молнии вытащили нить все расправили теперь вводим иглу во вторую петлю следующую нить на спице вводим иглу и вытягиваем полностью нитку чтобы она нас не петляла в процессе шитья вывели нить и вводим иголку в первую петлю которую мы уже сняли и вводим выводим через молнию и самый самый край молнии выводим иголочку таким образом чтобы у нас крепко сидела ниткой и передняя часть стойки была плотно пришита и не смещалась подшили теперь мы выводим иглу также с внутренней стороны во вторую петлю на спице а вводим сейчас иглу в первую петлю на спице и снимаем ее вводим иглу вводим иголочку ровно под петлей и дальше мы уже выводим внутри шва вводим таким образом чтобы у нас игла оказалась под второй петелькой на спице то есть примерно вот здесь вытягиваем нитку вот так иглу вновь выводим на вторую во вторую петлю так как у нас эта петля уже изнаночная внимательно смотрите выводя иглу чтобы петля не оказалась скрещенной когда вы будете шить выводим с внутренней на внешнюю сторону иглу с ниткой и заводим с внешней на внутреннюю сторону в предыдущую в первую петлю на спице подтягиваем нитку чтобы у нас стойки плотно были подшиты и пришиваем к молнии и шву снова вводим иглу в шве под второй спицей под второй петлей на спице выводим иглу с внутренней на внешнюю сторону во вторую петлю а заводим иглу с внешней во внутреннюю сторону смотрите чтобы петля не была скрещена а прямая в первую петлю и петлю снимаем со спицы все вот это движение когда мы выводим из второй вы заводим в первую теперь будет продолжаться у нас на протяжении всего шва и смотреть чтобы у вас не перекрещивалась ниточка заводим нить шов горловины иглу заводим под петлей откуда мы вынули выводим иглу под петлей в которой мы будем вводить и таким образом пришиваем всю головину сильно не затягивайте нить чтобы стойка и шов у вас не был стянут все таким образом выполняем горловину до следующей стороны второй нашей стоечки и так молния по всей длине пришита горловина пришита стоечка вот так выглядит изнутри подойдя к следующей стороне стойки я точно так же как на противоположной стороне подшила к молнии и спрятала нить где-то внутри с внешней стороны шва не видно слишком сильно не затягивайте чтобы была эластичность в районе шва при застегивании молния должна аккуратно проходить вдоль трикотажного полотна с внутренней стороны с внешней и теперь чтобы не выворачивалась тесьма самой молнии можно ее если вы хотите оставить так то есть не закрывать какой-то бейкой чтобы не утяжелить само полотно потому что вот например по двойной стойке уже очень хорошо видно что она гораздо толще чем гораздо в два раза толще чем основное полотно поэтому если вы проложите номер вязаную бейку вот здесь то помимо того что увеличится толщина в этой части кофты в два раза то она еще будет более тяжелая этого делать не хочу я сейчас пришью молнию вот эту трикотажную часть точнее текстильную часть молнии в кофте мы берем швейную иглу с подходящей по цвету нитью я начала подшивать с нижней стороны вот таким образом прячем узелок вот здесь же внутри между молнией и трикотажной частью и выходя именно с крайней стороны вот здесь нитка вышла молнии вводим иглу очень близко к тому месту где мы ввели иглу а выводим иглу чуть-чуть введя ее по диагонали тоже вот так близко к краю молнии снова вывели иглу близко к краю молнии ввели близко под петельку под ближайшую кофты по диагонали поднялись чуть наверх и вывели также с краю вынули и вот таким образом подшивая край молнии мы основную часть нити прячем внутри а молния будет подшита небольшими такими стежками все аккуратно до самого верха таким образом вы можете оставить молнию уже не закрывая ее бейками все таким образом подшиваем молнию после этого необходимо сделать влажно-тепловую обработку тех швов которые вы сейчас выполнили еще раз хорошенько пропарить молнию в этой части шов горловины если вы желаете можно также кофту вновь постирать я подшила вот эту часть молнии можно сравнить с неподшитой неподшитой вот так выворачивается вот так все выглядит ниточки спрятаны видны только самые микроскопические стежки у самого края молнии теперь молния является нас единым полотном с полочкой осталось пришить другую часть молнии аналогично ниточку и спрятала опять же внутри стойки завела ее внутрь и подрезала конец вот а вам вот вот мы